Всем привет! Ну что, первые фичи в нашем сервисе уже реализованы? Отлично! Значит, самое время протестировать их на локальном хосте, и в этом уроке мы подробно разберем, как это сделать. Изначально процесс создания приложений состоит из пяти шагов, и сейчас более всего интересен нам именно третий этап, так как именно на нем можно начинать тестирование и отладку функционала, а не кода. Для запуска мини-приложения необходимо перейти в директорию, где хранится его код, и выполнить в терминале команду npm start, согласиться на настройки по умолчанию и ожидать завершения выполнения команды. Если все прошло удачно, то в терминале появится сообщение Compilot Successfully. Стоит иметь в виду, что команда будет работать только если вы ставите библиотеку из пошаговой инструкции. Далее открываем в браузере адрес локального хоста с портом 10.888 или адрес, полученный в локальной сети, и видим готовый результат. Замечу, что в этом сценарии не будет работать VK Bridge. Как это исправить, я расскажу дальше. А также, что возможно использование в библиотеке VK Tunnel, чтобы запускать мини-приложение внутри ВКонтакте, но все еще не размещая его на хостинге. На этом этапе очень удобно отслеживать все вносимые в код приложения изменения, так как на этом этапе уже можно. Взаимодействовать с интерфейсом приложения, а не только кодом. Видеть, как будет выглядеть приложение на разных разрешениях экрана. Понимать, как будут вести себя интегрированные изображения и видео. При этом вы сразу можете видеть результат вносимых в код изменений, без затрат времени на деплой. А также есть возможность продолжать тестирование без доступа к сети или с очень медленным интернетом. При этом очень удобно заниматься отладкой на мобильных устройствах, обращающихся к приложению через локальную сеть. В том числе проверять все, что связано с отображением в горизонтальной ориентации на мобильных устройствах. При разработке мини-приложений очень часто возникает необходимость обеспечить его взаимодействие с данными, которые содержатся ВКонтакте. Например, списки друзей, лайки, пуш-уведомления и так далее. В случае, когда приложение уже задеплоено на хостинг, за обмен такой информацией отвечает библиотека ВК-бридж. Однако, пока продолжается отладка тестирования приложения на локальном хосте, использовать ее невозможно. Чтобы, тем не менее, получить возможность отображать или обрабатывать такие данные, можно использовать библиотеку ВК-бридж-мок. Библиотека используется, чтобы получить возможность разрабатывать локально, не через туннель, так как сам Бридж не работает локально. Она позволит эмулировать получение данных при работе на компьютере. При вызове событий библиотеки вам вернутся тестовые данные, которые можно использовать для отладки. Подключить ее можно, используя команду, которую вы видите на слайде, и импортировав ее в проект. А так выглядит пример возвращаемых данных о пользователе. Помните, что, используя отладку на локальном хосте, вы можете в реальном времени видеть вносимые вами изменения и экономить довольно много времени на деплоях. Как видите, запустить локальное тестирование – это легко. Удачи!